Добрый день, дорогие телезрители! У нас сегодня гости издалека. Поэт, прозаик, переводчик на сербский язык таких якутских произведений, как «Спор между умом и сердцем» Кулаковского, стихов Семена Данилова и романа Николая Лубенова «Повеление Чингисхана» из Белграда «Мелевое Бачович». И организатор, переводчик Сергей Главюк из Москвы. У меня вышло пять авторских книг, и на многие языки переведены мир. Я много бывал в других странах, и вот в этот период, когда начались реформы, пропала переводческая школа, исчезла, и контакты между писателями практически в 90-е и нулевые годы прервались. И я подумал, что надо как-то вот попробовать это восполнить. Я задумал серию антологий поэтических билингвальных двуязычных под общим названием «Из века в век». Эту идею поддержало Министерство культуры России, а потом и Федеральное агентство по печати. И в рамках праздника Дня славянской письменности я стал давать антологии сначала славянских народов, в которых вышло 10 фундаментальных томов. Вышли белорусский, сербский, болгарский, чешский, словацкий, польский, хорватский и так далее всех славяноязычных народов. Это фундаментальные книги. Работало над этим порядка 200 переводчиков. Почти все известные поэты наши, российские, участвовали в переводах. В том числе большая группа переводчиков. Там порядка, если брать на все 10 томов, 700 авторов включены. Всех течений и направлений. Стал заниматься народами России, которые тоже не переводятся. И вторая часть серии поэзии народов в кириллической азбуке вышла поэзия ханты, манси, ненцев, башкирская, татарская и якутская поэзия. В антологии от классиков, родоначальников литературы, от Кулаковского и так далее до наших дней. В двуязычном исполнении. Так что оно прозвучало хорошо и на общефедеральном уровне. Это и книги представлялись и за рубежом, я сейчас скажу, но и в Якутии. Так что потом здесь дополнительное переиздание сделали и как пособие для якутских школ. Эта серия вся была презентована во многих городах России, Москве, Санкт-Петербурге. В том числе и в всех столицах славянских стран Софии, Белграде, Варшаве и так далее. Мне довелось ее представлять в других университетах мира, например, в Венском университете, в два раза в Париже, в Торонто, в университете в Торонто. И в Совете Европы даже было в 2009 году, наша делегация ездила, у которого возглавлял Швудкой. Там мне дали 45 минут, где я всю серию представил и подарил Совету Европы. Так достойно прозвучало это издание, оказалось оно и своевременным, и необходимым. И какие критерии, чтобы туда... Да, в советское время хорошая была переводческая школа, которая во многом потерялась, сейчас с трудом восстанавливается. Но там была идеологическая избирательность. Там вот какие-то произведения было нельзя. Поскольку идеология отпала, то мы только качество художественной литературы, причем вне зависимости от географического положения автора. Вот тоже, если этот, допустим, поэт пишет на сербском языке, вот, к примеру, у нас здесь Сербиев гость, но живет в Америке или Австралии, или где-то угодно, но если это поэт, живущий в любой части земного шара, пишущий на сербском языке и преподающий к сербской культуре, то он помещался в сербский том. Не важно, живет ли он в Черногории, в Боснии, Герцеговине, это не важно, или чешский, живет ли он в Германии, Австралии и так далее, точно так же и поступала я и с нашими антологиями внутренних народов. Шлиханты-Манси-Ненцы, это финно-угорская группа, потом вышла башкирская, татарская и якутская. В том, что якутская вот так очень успешно просвучала и в России, и за ее пределами, удачно, и принцип языковой в основе отбора тоже лежал. Если человек, допустим, ну, к примеру, там, я беру, македонской поэзии, этнический армянин, а пишет на македонском языке и преподает македонской литературе, то он, естественно, так сказать, попадал в антологию македонской поэзии вне зависимости от того, там, какой он национальности. На этом пути, как сказать, я познакомился с очень многими авторами из этих разных стран, естественно, им дарило якутские, там, а и татарские и так далее. И вот в Сербии заинтересовались якутской литературой, и в Польше заинтересовались, вот, в частности, в этих двух странах больше всего, и тоже стали переводить и другие, других авторов, конечно, классиков якутской литературы конкретно, и издавали и в Польше, и в Сербии. Что вас подвигло перевести такой большой роман, как «Повеление Чингисхана», и что открыли после того, как познакомили себя? Открыл, во-первых, открыл. Просто образ размышления этой цивилизации, о которой я, признаю, мало знал, совсем мало. Я слышал о Чингисхане, может быть, смотрел фильм, но на фильме это не можно путем фильма, как ближе, просто узнать о, просто об одной цивилизации, а Лугинов это показал, как писатель, показал, мне кажется, верно. Он изучал долго, это, Лавюк знает, он долго и серьезно изучал этот период. Это была самая большая империя всех времен, и он написал там, не знаю, здесь глупо говорить и рассказывать роман. Как восприняли книгу? В Сербии? Да. Хорошо, тот, кто читал, но все боятся, когда увидят два тома, сразу боятся просто, как это выдержать, прочитать. Есть люди, которые читали, прочитали все. Книга в магазинах. Моментом? Да. Появление, она исчезла просто. Только имею я один экземпляр, то есть два экземпляра, которые вместе, книга 1 и 2. И издателя тоже больше нет, у Мастеровича тоже нет книг, экземпляров. А он говорил, он обещал, печатал второе издание. Спор между умом и сердцем, когда переводили? Спор между умом и сердцем переводил. Вспомни про внучку. Да, знаю. Я вот хотел. Ваша якутка, да. Внучка Кулаковского, замужем за одного серба, который работал здесь в Якутии. Он же не работал на некоторых изданиях. Я узнал ее давно, и она мне позвонила и предложила, чтобы я перевел эту поэму. И взял я текст и перевел. Свободный перезид, можно назвать это свободным стихом, а все-таки есть мелодия текста. И я просто видел, сколько их имеет слогов, и я следил автора. И когда читает человек на сербском языке, тоже звучит приятно. Вы выдержали все вот эти каноны якутского стихосложения, да? Да, 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 да. Но это русский, русский. Вы с русского переводили? Я с русского, я не знаю, как это гласит. На русский язык перевел Солоухин Владимир. Я верю, мне кажется, что стих переводил специалист. Солоухин поэт наш известный мастер, и сам автор, и переводчик знаменитый. Видно, видно, это просто родил человек, который знает свою работу. Мировая же коллизия, этот спор между умом и сердцем. Да, это вечная тема. У каждого человека в жизни является какая-то борьба между умом и сердцем. Я верю, и у вас появлялась такая борьба. Как восприняли сербы это произведение? Оно печаталось? Серьезный журнал опубликовал эту поэму «Целости», и это читают просто интеллектуальные округи, этот журнал. Сербочитающая страна? Трудно сказать, да, или просто наименьше читают люди с факультетом, или они читают, по-моему, они закончили школу, читали много книг и бросили после. Но это не все относительно. То, что, так сказать, переводил он Николая Лугинова «Чингисхан» по велению Чингисхана, я знал, милевое, долго он работал. И поскольку я читал этот роман, я представляю, как даже я, человек российской цивилизации, русской, мне много было там непонятно, так сказать, всяких реалий, а еще и того времени даже. Потому что это даже для якутов там многое, как говорится, это же исторический роман. Я представляю, как тяжело было сербу переводить, поскольку он другой, так сказать, ареал, и еще и, так сказать, другая цивилизация, да еще и древняя. То есть это вообще тяжкий труд, конечно, для перевода. Иногда он спрашивал у меня что-то, иногда, так сказать, обращался за советом к Николаю. Ну и слава богу, что Кулаковская там есть внучка, и она ему, наверное, тоже много подсказала для перевода. Но действительно я бывал на некоторых презентациях там и романа, и вот других вещей поэтических. Всегда, в общем, так успешно все хорошо воспринято. Большой там цикл презентаций был в русском доме. В Белграде большой русский дом, действительно, значительное здание, даже там небольшая такая гостиница, местно 10, большой там концерт, построенный генералом Брангелем, который очень много в Сербии, очень много, чуть ли не сотни тысяч было русских эмигрантов с первой революции. Раевские, Толстые и так далее, и так далее, причем интеллектуальные. И там много осталось, и Брангель построил большое здание, и потом передал это Советскому Союзу где-то в районе начала 30-х годов, и там сделали русский дом. Сейчас там такой центр русской культуры, и вот там с успехом прошла, так сказать, я знаю презентации и Лугинова, и поэмы Кулаковского. Недавно там был большой десант из Якутии, вообще представители якутской культуры. Союзы писателей тоже. Да, были там и, по-моему, артисты, и по-моему, целые дни якутской культуры были. Да, да. Представители той якутской культуры, да, тут была презентация, как раз продолжалась три часа. А я читал отрывок из Кулаковского, отрывок из «Спора» в моем сердце. Я никогда такие аплодисменты не помню. Когда там у микрофона, когда был, начали аплодисменты, и цена прошла, свёзд, и далее маленькие там, маленькие ступеньки есть тоже. Слушай, ещё, ещё продолжается, всё, пока дошёл до места. Я просто не знаю, понравилось публике это, не знаю, а все там не понимали все сербский язык. Но было большинство, которые понимают по-сербски, слушали на сербском языке. Люди показывают просто, что им понравилось. В Белграде он читал по-сербски, а публика была русская, там много русских в Белграде. А те русские, которые там живут, они знают по-сербски. А было в Якутове там очень много, я думаю, около 60 людей в Якутове было там. Вспомните, пожалуйста, как вы познакомились с Николаем Алексеевичем, и как он на вас произвёл впечатление, его произведение на вас произведя. Я познакомился, я работал в литературной газете, и идея была моя, предпринял, и главный редактор её, как бы Поляков Юрий, она ему понравилась. И с 2007 года начали издавать внутри литературной газеты, был такой специальный вкладыш, два их было, который один назывался «Многоязыкая лера России», а второй назывался «Евразийская муза». Я был шеф-редактором, один касался литературы народов России, а второй – литературы народов СНГ. И вот когда я только первый стал делать вкладыш, это совпало, декабрь был 2007 года, это совпало с юбилеем вхождения Якутии в Россию. Я весь первый номер посвятил якутской литературе, и там, конечно, так сказать, отрывок дал из романа Чингисхана, который я уже прочитал и мне понравился, я сразу дал там отрывок, дал большую поэтическую подборку, ещё другая проза там была. И вот мы здесь, естественно, так сказать, познакомились с Николаем, он был в редакции, а дальше я как раз в этот момент ещё и работал над антологией якутской поэзии, задумал всю эту серию. Я поговорил с Николаем, чтобы он подсоединился к этой работе, и подсоединилась Наталья Ивановна Харлампева. И вот мы, как говорится, троём делали, так сказать, эту антологию. Вот, ну, и переводчики работали, я, конечно, всегда перевожу каких-то авторов, вот, понемногу, кроме составительства, но и многие переводчики работали, такие, как известный у нас, ну, старший я какие-то привлёк тексты. Который переводил там Анатолий Приловский, известный переводчик у вас, ну, в Якутов переводил и Владимир Костров, Слаухинские переводы, но в том числе и многие новые переводчики работали. Вот, кто в последние годы переводил якутов, это Николай Переяслов, вот, и Виктор Широков. И так вот мы познакомились на совместной работе, лучше всего на работе знакомиться. Меня Чингисхан заинтересовал тем, что, собственно, был роман Яна, такой, давно известный, очень хорошая книга, и хороший Ян писатель, но он, как бы, ну, что ли, роман Яна, это, он мало общего имеет с реальной действительностью. Это хорошо написанная, хорошо читаемая такая вот приключенческая книга. А у Николая Роман, он работал с реальным материалом, и он держится четко конвей исторического факта и правды, понимаете. Поэтому, конечно, вот, и чтобы узнать эпоху и все такое проще, то нужно читать Лугинова, а не Яна, который просто писал приключительский роман. А вы какое впечатление? Я как? А от прозы Николая Лугинова как у тебя впечатление? Думаю, это впечатление о романе. Первый раз путем этого романа, этого, и своего перевода, и так, познакомился с этой цивилизацией, и я просто, просто полюбил эту цивилизацию. И его мать, потом, его отец был очень интересный, и показан. Но он рано погиб, и его убили татари. Че гейбатар. Да, да. И эти образы мне очень-очень оставили впечатление на меня. Часто размышляю о монголах, просто мне роман, что я о потомках его, о них размышляю тоже. Его старший сын, я думаю, он умер. Это правда. Потом я написал там, в этом романе, маленькое, маленькое, басисловие, или как бы они сказали, мое впечатление. И это было интересно, просто, когда переводил конец жизни, он, Джигис Кан, упал, вы вспомните, упал с коня, испугался от какой-то звери там. Но прежде, и он просто, Джигис Кан размышлял о своей, о своей жизни и так далее. И в те дни, это интересно, просто, или страшно, не знаю, в газете пишет, а вы слышали, Боб Дилан, кто был. Он, Нобелевский лауреатом стал, да. Ага. Боб Дилан стал Нобелевским лауреатом. Да. Слова о своей жизни и так совсем совпадают слова со словами Джигис Кана. И он, он пишет, Боб Дилан тоже о своей, и размышляет, просто, одним и то же образом, просто так. И я это просто записал, там, в своем послесловии, там. И это просто интересно, только что Джигис Кан тогда, тогда было, я не знаю, 70 лет или так, а Боб Дилану было тогда, не 30 лет не было еще. А размышляли о жизни одинаково, одинаково, да. Интересно. Ну, да. Просто, можно сказать, чудо. И, что еще было интересно, Джигис Кан поставил своего старшего сына разговаривать там на севере с неким, с каким-то племенами и так, с их вождем и то. И предлагает он ему, без войны, чтобы они приключились к Джигис Кану и его империи. Джигис Кан объясняет, вот, мы миролюбивые люди, мы уважаем ваши законы, вашу веру, и так далее. А этот вождь этих племен говорит, а почему столько силы с тобой тут, когда вы и так хорошие, и так. А сын Джигис Кан отвечает, вам нужно признать, сила обеспечить успех. А без силы трудно, трудно все-таки, трудно, переговоры трудные и так. А до этого вы какие-нибудь большие произведения переводили? Нет, нет, я занимался, во-первых, переводами русской поэзии. Я специалист для поэзии. И даже переводил авторскую песню, то есть бардовскую поэзию, которую у меня есть одна сотрудница, которая тоже русская, но она замужем там, она закончила Академию Музич, Музичскую Академию в Москве. И она прекрасно поет. И мои переводы этих бардов русских, то есть в этой авторской песне, или как хотите, поет на мелодию оригинала подлинника. И очень успешно мы гастролировали в разных местах, в разных странах, и в Польше, и в Праге, в Чехии, потом в России, по Сербии, в Боснии, по этим странам, бывшая Югославия. Да, и приятно чувствуется на этих наших концертах, так как она поет, а я читаю эти переводы. Вы, значит, переводчик в основном поэзии. Да. Ну, говорят, у Николая Алексеевича слог поэтический, поэтому, наверное, он вам близок, да? Да, да. И Андрич участвовал в этом. Это наш бывший председатель Союза литераторов, писателей, когда представит меня там кому-то, которого я не знаю, просто мне будет неприятно, он говорит. Это самый, самый хороший переводчик поэзии в Сербии. Стаканы всегда меня представляют так. 5-6-7 переводчиков, которые могут переводить русскую поэзию, не так много. Ну, а если человек может переводить поэзию, то с прозой он тем более справится. Если, да? Конечно, прозу переводить. Проще, да? Поэзия же особый жанр, там плотность стихового ряда, гармония, мелодия, рифма и так далее. В прозе вот этих всех вещей нет. Потом смысл, конечно, наконец. Поэзии, тексты, подтексты, то, что за текстом. Но прозе, как правило, да. А Андрич, так как он хорошо переводит поэзию, ему будет легче проза, проза Лугинова. Он так, ну, и проза не такой, не такая, легкая работа. Проза, ну, подтекст, там же подтекст везде есть у Лугинова. Весь подтекст у Лунови. Начал переводить поэзию, читал много историю перевода просто. Это очень интересно, как. И эта область тоже развивается, как и другие области, развивалась до определенного уровня. И есть разные образы, как переводить поэзию, значит, просто устроить свой личный, личный. А вот по авторам поэтическим, кого конкретно ты переводил, несколько авторов назови. Первая моя книга, сборник поэзии, там гласит от Пушкина до Бродского, например. И тут все главные. А из 20 века? До 20 века. Да, вот кого? Например, Бродского я упомянут, кого еще я. Высоцкого. Высоцкого он, да, да, и Высоцкого. И, как сказать, ты знаешь, я думаю, и вы тоже. В России только существует поэзия для чтения и поэзия для пения, которая поется. Это совсем две различные, как сказать, области или в Сербии нет такого отделения поэзия для чтения или поэзия для пения. Висоцкий, он писал поэзию, которая поется, и поэзию для чтения тоже писал. Пушкина тоже переводили? Переводил, да, да. Переводил Пушкина, да. Я боялся, может быть, на начале там, но когда мне помогло, чтение, как сказать, теории, перевода. Можно и таланта, и так, в том смысле. Или просто самое желание или motiv для людей поэзию. Поэзию не писут, а прозу писут, например. Один мой бывший профессор с факультета, Милиго Иванович, я не знаю, ты слышал ли о нем? Нет. Он тоже переводил. И он очень большой, как сказать, теоретик и знаток литературы. Особенно специалист был в литературе. С двадцатого верха. Он умер, умер. И он, например, меня представляет кому-то так, а тут одна, одна Итчин. Она очень строгая, строгая так. Она профессора там, на словистике. Да, да, да. Этот профессор представляет нас, мы там втроем стояли. Интересно, он переводчик поэзии, а пишет прозу. А она пишет, она тоже переводчик, а пишет поэзию. У нас несколько переводчиков поэзии. Бывает, говорят, что иногда перевод лучше, чем оригинал. Что лучше? Да, чем оригинал. Не иногда, а очень часто. Да? Да, или хуже, или лучше. Да. Бывает, переводчик из посредственного рядового поэта делает большого, значительного. А бывает, чаще из большого, значительного делает так, что лучше бы не переводил. Я тебе рассказывал о Иле. Числовек? Числовек. Рассказывал. А я никогда не встречал этого человека. Есть только переводчик в северской поэзии. Да, никогда не встречал, но он тоже друг с моим другом. Одним я, и он, этот мой приятель дает ему телефон мобильный, и меня зовет число. И он просто говорит, как из моего края там, в Вище-на-гории. Добар дан, миливо јев, овде Илья Числов, здесь говорите и талатон, и тебе могу сразу сказать, что твои переводи Висоцкого лучше оригиналу Висоцкого. А я ему рассказывал это, что ты, как ты мне учил, почему я не ответил и твои переводы лучше оригиналу Радовича. Хорошо знает язык есть, так у нас переводчик тоже у нас по пальцам можно пересчитать, кто так профессионально занимается переводами сербской поэзии. Я вот почему в свое время еще предпринял переводы этой славянской серии, потому что переводчиков английской, немецкой, французской литературы и испаноязычной тоже много. Вот буквально несколько таких ведущих языков, а вот все остальные народы, страны, они как бы, их почти не переводят. И вот из всех, допустим, славянских литератур, у нас в России очень много массово переводилось польской литературы, а все остальные очень мало исходные. Почему полонисты, которые, так их называют, которые польской литературой занимаются, их много, а вот таких, которые занимаются сербской, а уж тем более какой-нибудь еще более мелкой, или македонской, или там славянской литературы, таких еще меньше. Но это не значит, что эти литературы этих стран менее значительные, чем у других, так же, как то, что у Якуты маленький народ, это не значит, что у Якутской литературы меньше народу, который в 10 раз больше имеет население. От количества населения качество литературы не зависит. На моих вечерах там, и это Елена, которая поет эти мои переводы, один Толокович, тоже словист, один, он там на вечерах там говорил, когда-то в переводе, и он цитирует. Кого-то я не знаю, что переводы поэзии, это как, как женщины, и некрасивые, и некрасивые, красивые, неверные, а некрасивые, верные. Если красивые, то неверные, а если верные, то некрасивые. Некрасивые, да, да, и некрасивые, верные, а переводы поэзии, и верные, и красивые, так вот. Спасибо, вам побольше материалов наших, а вам, Сергей, я желаю, чтобы вы занялись переводом Аюнского, и будете как. У меня вот эта серия, я же ведь, понимаете, задумывал по всем народам, такой свод составит России, а не только России, 14 томов, ну, хотелось бы и дальше продолжить, как получше, ну, и якутов не забывать, конечно. Откройте Аюнского всему миру, вот это надо организовать и сделать, потому что он не переведен, как Солоухин воскликнул, узнав Кулаковского, что это гений. В советское время только два таких поэта, очень сильно, сильно так известных, интересовались якутскими переводами. Это вот Приловский, я напомню, вот, и Солоухин. Ну, с Солоухином я не был знаком, а Приловский, я хорошо был с ним знаком, и с женой его мы вместе в литературной газете работали. Вот, поэтому я так, и с ним часто мы общались на тему якутской литературы, пока он был жив. Он уже умер, конечно, лет 10, а Солоухин лет 15 уже как умер. В советское время были люди, которые конкретно занимались переводами какого-то народа. Вот, там, кто-то там занимался, вот, там, Дагестаном Расулом Гамзатовым, он, там, кто-то там занимался переводами, там, допустим, Чингиза Атматова и литературой, которая в круге. Вот так вот было. Сейчас, конечно, такого многое утеряно, но все-таки ситуация сейчас гораздо лучше, чем была 15 лет назад. Все-таки что-то делается. А в Якутии, в этом смысле, на передовом месте среди Российской Федерации, потому что я могу назвать 2-3-4 республики национальности, которые так активно, как в Якутии, вот, занимаются своей литературой. Потому что, может быть, внутри Якутии вы считаете, что недостаточно, что хочется больше. Но если глядеть со стороны, 4 республики, где так активно занимаются остальные. Татарстан и Дагестан. Дагестан, ага. Чечня. А там уже отдельно, но так вот, такой работы нет. Ну, спасибо, чтобы это дело с мертвой точки сдвинулось, и чтобы переводческая школа, переводческая дата. Ну, она уже сдвинулась, как бы, как у Чехова, знаете, после первого удара кнутом телега заскрепела, после второго удара закачалась, и после третьего поехалась. Так что у нас телега уже закачалась, немножко поехала. Надо, чтобы она быстрее ехала. Да, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok